Сочи управляющую компанию лишат лицензии. Причина – срыв подготовки к отопительному сезону. В Сочинском нацпарке открыт сезон охоты на пернатых. Под прицелом любителей и спортсменов всего шесть видов. В Сочи приехали сильнейшие легкоатлеты страны. Командный чемпионат России по лёгкой атлетике проходит сразу на двух стадионах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тяжёлая техника. На Новороссийском шоссе на старой дороге также сошёл небольшой сель. Временно было перекрыто движение автотранспорта и отключён газ в 30 частных домах. Все восстановительные работы завершились уже к обеду. В целом, минувшей ночью уровень рек в Сочи не превысил неблагоприятных отметок. Подтопленных домовладений нет. Штормовое предупреждение на курорте продолжает действовать до 7 сентября. Десять новых школ. Каждый год минимум. Такую задачу поставил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев провёл совещание на тему обеспечивания жилых микрорайонов детскими садами и школами. Особенно острый вопрос стоит в Краснодаре. В этом году в городе построили рекордное количество учебных заведений. Однако и этого пока недостаточно. Как собираются решить проблему дефицита школьных мест по всему краю, узнаем из нашего следующего сюжета. Вместо привычных А, Б и В – первый Ш. Новая школа по улице Аверкиева – рекордсмен в Краснодаре. Там сформировали 100 классов, 24 из них – первые. Учеников было настолько много, что пришлось проводить 4 торжественной линейки. Появление нового образовательного учреждения в густонаселённом районе – повод, конечно, радостный. Но даже она не способна решить проблему дефицита школьных мест. В кубанской столице этот вопрос стоит острее всего. По строительству социальных объектов в крае губернатор сегодня посвятил отдельное совещание. Дефицит школ сегодня по Краснодару. 60 школ. И даже если мы деньги найдём, то мест мы уже не найдём, потому что их просто нету. Просто нету этих мест. Вот вам и точная застройка. Вот вам цена всего, что понастроили. А дальше? Ну что дальше? Фактическая ситуация. Не я мириться с ней не собираюсь. И я думаю, вы. А жители тем более. Поэтому нам нужен этот диалог был. И ещё раз подчёркиваю. Непарадных докладов. Небодрых докладов. Не то, что как мы строим. Исходя не из того, что сколько мы строим, а сколько надо. Надо строить. Вот в этом-то и правда. В этом-то и честность должна быть наша. Поэтому сегодняшняя застройка только комплексная и только обеспеченная. Строительство микрорайонов школами только так. По-другому микрорайоны, ещё раз подчёркиваю, не нужно. Я готов на себя взять ответственность. И в этом случае не нужно. Не нужно. Я и мэру Краснодара заявляю, и всем коллегам главы муниципальных образований. Без школ, без детских садов точно не строительство никакой, ни комплексной, никакой застройки не нужно. В этом году Краснодар сдал рекордное количество школ, 4, но принять они могут в одну смену только 4 тысячи детей. Когда количество учащихся увеличилось на 13 тысяч человек. Темпы строительства социальных объектов нужно наращивать уже сегодня, уверен губернатор. По неофициальным данным, в городе проживает около полутора миллионов человек, а через 20 лет может быть вдвое больше. На сегодняшний день в работе, в стройке уже находятся у меня 5 школ. Действительно, в ежедневном почти режиме работаем с Аналиксеевной, актуализируем всю потребность социальных объектов. Мы смотрим и будем смотреть сегодня, выполняя ваши задачи, завтрашний день, потому что, конечно же, развитие микрорайонов, оно у нас идет достаточно интенсивно. В приоритете должна стоять комфортная среда, а не пустые квадратные метры. То, что рядом с многоэтажками, где сегодня проживают тысячи семей, должны появляться школы, детские сады и поликлиники, уже не подлежит обсуждению. Такая комплексная застройка в Краснодаре сегодня во многом возможна благодаря налаженному диалогу между властью и бизнесом. Две школы построены, две школы спроектированы и мы начнем строить в следующем году. В целом, сейчас наша группа строит школу на витамин-комбинате в Краснодаре. Это школа, которая строится под выкуп, так сказать, за средства банка. В Армавире сейчас школа строится. Думаю, к концу года мы начнем строить в Анапе и гидрострой. Разгрузить пытаются и старые учебные заведения, которые, откровенно говоря, не выдерживают такого количества школьников. К ним пристраивают новые корпуса на 300-400 мест. Для центральной части Краснодара, где больше негде возводить образовательные учреждения, это единственный выход. Центр города, куда съезжается абсолютное большинство детей из окраин, для того, чтобы обучиться, нам не расшить проблему центра. Здесь школы большие сажать негде. Сажать их можно только на территории существующих школ. Именно поэтому мы думаем, чтобы расшить... То есть вот эти 400 мест – это пристройки в центре Краснодара на территории существующих школ. Это чрезвычайно актуально. Коллеги, вот еще раз подчеркиваю. Это разве нормально? Если мы строим пристройку на территории существующей школы, значит, надо понимать, что школа лишается, как правило, либо уменьшается до минимума спортивное ядро. Вот что мы сегодня делаем. Вот что мы сегодня делаем. Дожились, достроились в центре Краснодара с этой точной застройкой. Теперь, конечно, школы, которые советские, огромные, с дворами, со спортивным ядром, мы превращаем в строительные корпуса. Вот и все, что сегодня получается. Зато понастроили. Вот точная застройка, которая нам так нужна была. Только кому она нужна была? Нужна ли она была горожанам? На совещании Вениамин Кондратьев поставил задачу разработать для краевой столицы отдельную программу по строительству школ. Она будет рассчитана на 10 лет. На возведение новых социальных объектов нужно направить все силы. Сложившуюся ситуацию необходимо решать быстро. Дефицит мест в учебных заведениях сегодня одна из самых актуальных проблем для всего региона. Так, в Сочи во вторую смену учатся 20 тысяч учеников, в Анапе почти 10 тысяч. Для того, чтобы по итогу пяти лет до конца 2020 года в крае было 50 новых школ, это задача, которую перед нами ставит губернатор, в следующем году необходимо построить 14 школ. Семь в Краснодаре, по одной в Сочи, Армавире, Новороссийске, Кореновском, Каневском, Кущевском, Тимошевском районах. Вениамин Кондратьев поручил каждому муниципалитету разработать собственные планы, которые будут учитывать потребность в новых школах и детских садах сразу на несколько лет вперед. В них должны быть указаны участки, которые будут зарезервированы под социальную застройку. Строительство объектов под личной ответственностью глав районов. Регион регулярно участвует в профильных федеральных программах. И здесь власти на местах просто необходимо воспользоваться этой возможностью. Если мы не построим, строить будут другие. Поверьте, вот в этой ситуации никакие объяснения приниматься не будут. Потому что жители ни меня, ни вас, ни нас не услышат. Деньги есть, значит, будьте добры, строите. Деньги есть. И места, слава богу, под эти школы нашли. Нашли. Вот я еще раз говорю, требования к местам под школы. Неважно, микрорайон когда строится, строится будет у вас в геймплане. Хоть через 10 лет, однозначно. Оставьте. У нас сегодня деньги есть, подчеркиваю, мест нет. Мы размениваемся, там погоду ведем, переговоры, чтобы за участок разменяться, который находится сегодня в бизнесе. И потом платим тройную стоимость. Если мы не построим 14 школ в следующем году, будут уже и деньги зарезвержены, и места есть. Строить будут другие, подчеркиваю, не обижайтесь, без обид, я предупредил. Все участки под будущие школы необходимо отразить в генпланах районов, а также в правилах землепользования и застройки. Главное, чтобы ничего, кроме социальных объектов, там не смогли возвести. Одну из управляющих компаний города лишат лицензии. Называется она «Сочи». Об этом сегодня говорили на совещании по подготовке к отопительному сезону. В управлении компании «Сочи» в центре города 43 дома. Если бы не вмешательство местных властей, каждый из них рисковал бы остаться на зиму без тепла. Там есть и исковые материалы со стороны поставщиков энергии, в частности, тепловой и водоканала. Там есть уже и разбирательство в уголовной плоскости по руководителям этой компании. На территории работают десятки порядочных управляющих компаний. И выбор надо делать не только с точки зрения стоимости, но и с точки зрения ответственности за проведенные работы. Управляющую компанию «Сочи» лишат лицензии. Теперь она не сможет работать в городе. Ну а дома, которые находились на ее балансе, будут переданы другим компаниям. Они и подготовят многоэтажки к зиме. Всего в «Сочи» более 1600 многоквартирных домов. 80% из них уже готовы к зиме. Почти половина из 122 котельных тоже готова запускать тепло в дома. Большую работу проделывает и «Сочи Теплоэнерго». В этом году предприятия ремонтируют 15 километров своих сетей, модернизируют котельные. А сочинцы задолжали компании более 800 миллионов рублей за тепло и горячую воду. Должникам напомнили, безнаказанными они не останутся. Компания может подать на неплательщиков в суд или вовсе оставить их в зиму без тепла. На курорте активно реализуется молодежный проект «Сочи. Город свободный от курения», победивший на всероссийском конкурсе «Здоровая Россия». Во всех районах представители молодежных общественных организаций напоминают курильщикам правила антитабачного закона. К этой работе подключается и полиция. В вопросах борьбы с курением Сочи можно назвать первопроходцем. Одни из первых инициатив у главы города сделать курорт свободным от табака поддержали молодежь и общественные организации. Каждую неделю они проводят профилактические мероприятия во всех районах Сочи с целью оградить жителей и гостей от табачного дыма. Ну а тех, кто курит, просят выбросить сигарету. Сегодня к рейду подключилась полиция. На расстоянии менее 15 метров от вокзалов курить по закону запрещено. То же касается и общественных мест. Довольно большой список, где нельзя курить, прописан в 12-й статье 15-го федерального закона, который был принят 6 лет назад. Штраф небольшой – 1000 рублей, но, как говорится, осадочек останется. А вот если закон игнорирует предпринимателей, то сумма штрафа довольно приличная – до 90 тысяч рублей. Курить или нет, конечно, выбор каждый делает сам. Тем не менее, соблюдать правила необходимо. Ведь один активный курильщик заставляет курить пассивно рядом стоящих людей. Это пытаются донести участники рейда. Это молодежные общественные объединения наши, молодая гвардия, молодежный совет при главе города. И именно глава города поставил задачу как раз-таки по борьбе с курением в нашем городе. И очередная планерка, конечно, стала таким вот очередным стимулом. Потому что мы знаем и видим, что многие водители общественного даже транспорта, такси, курят из своих машин и потом разбрасывают эти бычки. И это тоже говорит уже о культуре курения. Потому что наш город Сочи всегда был эталоном чистоты, красоты. А курки явно не украшают город. Тем не менее, это один из самых распространенных видов уличного мусора. Внимание жителей и гостей города к проблеме курения активисты привлекают и с помощью антитабачных акций. А в начале лета в Сочи впервые прошли антитабачные игры, после которых, по словам организаторов, некоторые курильщики решили навсегда отказаться от вредной привычки. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В сочинской аптеке изъяты 25 тысяч сильнодействующих препаратов. Ими торговали без рецептов и лицензии. В отдел по контролю за оборотом наркотиков поступила оперативная информация, что в этой аптеке без рецептов продают сильнодействующие лекарства. Данные лекарственные препараты, применяемые без назначения врача, вызывают одаруманивающий эффект. Управление внутренних дел обеспокоено ситуацией, связанной с так называемой аптечной наркоманией, в связи с чем данная информация была незамедлительно проверена. Сведения подтвердились. Полицейские задокументировали факт продажи препаратов «Лирика» и «Тропикамид» без рецепта врача. В аптеке изъяли более 25 тысяч единиц сильнодействующих средств, которыми торговали без лицензии. В отношении 33-летнего генерального директора аптеки, а также юридического лица составлены два протокола. Кроме изъятия нелегальных лекарств, санкции статьи предусматривают штраф от 100 до 200 тысяч. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 7 сентября в Сочи переменная облачность, возможен дождь с грозами. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем 24-26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от «Солд». Море золота, новинки фэшн-индустрии, скидки, акции. Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и билетов на шоу. С 12 по 15 сентября «Жемчужина». Вход свободный. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от «Солд». Море золота, новинки фэшн-индустрии, скидки, акции. С 12 по 15 сентября «Жемчужина». Вход свободный. «Солд.ру». Категория 0+. Полторы тысячи редких археологических находок сегодня передали в фонды Краевого музея имени Фелицина. Их изъяли сотрудники регионального управления ФСБ у черных копателей. В церемонии передачи артефактов приняли участие глава Кубани Вениамин Кондратьев и руководитель силового ведомства Сергей Захарихин. Губернатор отметил, что теперь у каждого жителя края есть возможность увидеть эти экспонаты, прикоснуться к истории и узнать для себя что-то новое. Полторы тысячи экспонатов, которые бесценны для истории Кубани и археологии, а также и всей нашей страны. Экспонаты, которые говорят о культуре, традициях, изначально принципах жизни и укладе жизни на этой земле. Я хочу подчеркнуть, что эти экспонаты относятся к разным эпохам и разным народам, которые когда-то населяли эту землю. Поэтому и сегодня нам важно сохранить мир, согласие, взаимопонимание между различными народами, которые и сегодня живут на этой земле. Поэтому говорить о том, что какой-то народ был первым, либо вторым, либо третьим, будет неправильно, потому что эти экспонаты говорят о многообразии различных культур и народов. Еще раз подчеркну, которые когда-то жили на нашей сегодня с вами земле. Я хочу сказать слова благодарности, безусловно, службе ФСБ по нашему краю, лично Сергею Борисовичу за передачу этих экспонатов. И надеюсь, что они будут выставлены для того, чтобы жители нашего края, гости нашего края могли прикоснуться к экспонатам, которые, естественно, говорят о том, какая была Кубань много-много-много, может быть, и веков назад. Жалко, конечно, что я не могу сюда пригласить наших оперативников, которые в рамках статей Уголовного кодекса пресекают нарушения, связанные с поиском и незаконным изъятием из мест залегания вот этих редких археологических уникальных украшений различного рода оружия, драгоценностей, которые востребованы на Западах, востребованы в частных музеях. И это влечет за собой незаконные действия. За примерно 10 лет работы управления 11 человек привлечены к административной и уголовной ответственности. Изъято большое количество редких археологических артефактов. Изъятые экспонаты представляют большую научную ценность. После тщательного исследования предметов специалистами они будут храниться в экспозиции «Древнее прошлое Кубани». В Сочи вручат «Золотого Прометея». Так называется премия в области гостеприимства. Детали предстоящего крупного мероприятия обсуждали сегодня на заседании экспертного совета в администрации Сочи. Премию будут вручать в 16 номинациях. В список в этом году добавили лучший бизнес-отель, лучший семейный отель, лучший объект турпоказа и экологический проект. Выберут и народный слоган города. Кто получит заветные статуэтки «Прометея» решат сочинцы и гости курорта. Голосование совсем скоро будет открыто на официальном сайте мероприятия. Ну а девиз премии этого года – Сочи 4 сезона. «Это неудивительно. Мы круглогодичный курорт и рейтинг курорта Сочи очень высокий. И сегодня опять на бархатный сезон то же самое. 60% всех бронирований России сегодня на Сочи. Сам конкурс, который мы проводим, он должен в принципе и поддержать, и конечно отметить лучших в этом направлении». Впервые премию «Золотой Прометей» в Сочи вручили в 2017 году. Ее провели известные ведущие, на сцене выступили звезды российской эстрады. Премия стала ярким событием в афише мероприятий курорта и знаком качества, который присуждается лучшим в сфере туризма, сервиса, развлечений и гостеприимства. Какие сюрпризы организаторы подготовили в этом году, станет известно 19 ноября. «Золотого Прометея» будут вручать в День города в Зимнем театре. В Сочинском национальном парке открыт сезон охоты на пернатую дичь под прицелом любителей и спортсменов степные и водоплавающие птицы. Список разрешенных к отстрелу пернатых невелик, в него вошли лишь шесть видов. Однако и на них стоит охотиться с особой осторожностью, чтобы не заработать административное наказание, а то и уголовное. Нормы суточной добычи существенно снижены. С чем связаны столь жесткие ограничения, узнаем из следующего сюжета. На охоту за боевым настроением. Александр Киричек, предприниматель в свободное же время, стреляет по живым мишеням. До начала рабочего дня остается несколько часов. Только взошло солнце, а добытчик уже вооружен до зубов. Иж 27 патроны самозаряжаем, чтобы не разбивать перепелку. Тут ползаряда, дробь десятка. Там полтора грамма пороха на 20 грамм дроби. Больших расстояний здесь нет. Всё стеснённо. Орешник и растительность. Поэтому бить перепелку на 25-30 метров – этого достаточно. В начале сезона охоты можно добыть перепелов и коростеля. Эти перелётные птицы останавливаются в Сочи, чтобы отдохнуть после долгого путешествия. Что стрелкам явно на руку. Искать притаившихся пернатых в зарослях помогают легавые собаки. Андрей Овсипян и Лана вместе на дичь ходят 9 лет, пока осечек не случалось ни у охотника, ни у его четвероногой напарницы. Их надо держать в жёсткости. Если их отпускать, они будут делать то, что им нравится. Надо воспитывать. Драдхары – это такие собаки, что один раз воспитал, всё, больше не надо. Каждый год она помнит это. Сезон охоты не продолжительный. С августа по декабрь. Поэтому охотники стараются не упустить момент. Но даже отлаженные действия не позволяют замахнуться на крупную добычу. Отстрел птиц лимитирован. Из такси возмещение ущерба, причинённого окружающей природной страны. То есть, к примеру, за перестрел. Положено 10 перепёлок, добылся охотникам 12 перепёлок. А мимо штрафа он ещё за эти две перепелки конкретно будет выплачивать, возмещать ущерб государству. От 300 рублей до 6 тысяч может заплатить охотник за каждую лишнюю птицу. Прибавить к этому трёхтысячный штраф и хобби влетает в копеечку. А если инспекторы заподозрят в браконьерстве, и вовсе уголовная ответственность. Документы можно ваши? Поговорить. Помимо ружья, патронов и верного пса, при себе необходимо иметь разрешение на охоту и оружие. Наличие документов регулярно проверяют госинспекторы Сочинского национального парка. Каждый год всё лучше и лучше. Я думаю, за счёт того, что законы ужесточаются у нас. И с этим связано, что люди уже более прислушиваются к законам и стараются не нарушать. Фиксируется и количество отстреленной дичи. В 2017 году было добыто порядка 10 тысяч птиц. В 2018-й на охотничьи трофеи был небогат. Под прицел попали лишь 3 тысячи особей. В отличие от других населённых пунктов Кубани, в Сочи не организовано охотопользование. Нет специализированных хозяйств. Добывать дичь можно только в нацпарке. А его особый природоохранный статус загоняет охотников в жёсткие рамки. Сочинским стрелкам можно забыть про пушнину и копытную дичь. Да и выбор пернатых невелик. Чуть позже прилетит голубь, утка, вальдшнеп и самая желанная добыча – гусь. Правда, за последние два года этим крупным трофеем никто из охотников не смог похвастаться. Инга Габеши, телекомпания ФКТ. В Сочи стартует 20-й международный открытый фестиваль органной музыки. В органном зале пройдут 8 концертов российских и зарубежных исполнителей. В фестивале примет участие и сочинский симфонический оркестр. 20-й открытый юбилейный фестиваль органной музыки стартует с 8 сентября. В Сочи он проходит ежегодно в целях пропаганды классической музыки и приобщения сочинцев к лучшим образцам мирового органового искусства. Значим фестиваль еще и потому отметили организаторы, что он именно сочинский. За два десятилетия участие в нем приняли музыканты из 21 страны. К нам приезжают лучшие музыканты, лучшие композиторы, лучшие исполнители. Лучшие мероприятия культурные у нас в Сочи происходят. Все это очень хорошо. Наши КВН, наша Новая Волна, наша общая Новая Волна, Юморина. В общем, масса всех мероприятий, совершенно разных культурных мероприятий в нашем городе. Но вот еще раз хочу подчеркнуть, что этот фестиваль, он абсолютно наш. И хорошо, и приятно, что в этом году к нам приехали исполнители из многих стран мира. Исполнителей в этом году 74. Один из них – Лука Гаделия, органист из Абхазии. Сегодня на пресс-конференции он продемонстрировал звучание сочинского органа, так называемого «короля музыкальных инструментов». К слову, сочинский инструмент, установленный в зале органа и камерной музыки в 1986 году – единственный орган на Черноморском побережье России. В этом сезоне за него сядут именитые органисты, в том числе любимица сочинских слушателей – японка Хироко Инауэ – дуэти с именитой московской саксофонисткой Вероникой Кожухаровой. Вообще в этом году с органом решили провести творческие эксперименты. В Сочи он прозвучит и в дуэте с ударными инструментами, и с человеческим голосом. За эти 20 лет, я думаю, вы все помните, мы орган представляли в различных его апостасях. И с оркестром, и с сольной, и с камерным хором, и с голосом, и с флейтой, и с арфой, в различных комбинациях. На нынешнем фестивале все равно мы находим новые какие-то грани, новые точки в его многоцвете. Впервые будет представлен орган с гитарой. В рамках международного фестиваля выступит и сама Валерия Анфиногенова – сочинская пианистка, директор сочинского органного зала. Она сыграет в дуэте с московской органисткой Людмилой Голуб. К слову, их союз сложился еще 15 лет назад. А 29 сентября в программе закрытия юбилейного фестиваля впервые на сочинской сцене выступит молодой венгерский органист Балаш Сабо и сочинский симфонический оркестр. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи приехали сильнейшие легкоатлеты страны. Сразу на двух стадионах имени Славы Митревели и Юность проходит командный чемпионат России по легкой атлетике. 400 спортсменов ведут борьбу между собой. Среди участников можно увидеть победителей, призеров чемпионатов мира, Европы и России. Но помимо привычного соревнования у легкоатлетов, на этом чемпионате страны есть еще один особый интерес. Чем этот старт интересен? Тем, что здесь присутствуют спортсмены, для которых это еще может являться отборочным этапом к чемпионату мира. То есть здесь еще можно выполнять нормативы до 6 сентября. И мы надеемся, что это будет. Вчера уже по итогу вчерашнего дня выполнено два норматива для участия в чемпионате мира. И один норматив даже олимпийский выполнен. Чемпионат мира стартует 27 сентября в Дохе. Одна из спортсменок, выполнивших норматив, который позволяет выйти на мировое первенство, это прыгунья в высоту Александра Ярышкина. Но вот попадет ли она в Доху, станет известно лишь 10 сентября. Это такой как пик, вершина карьеры. Да, есть, конечно, коммерческие старты, но официальные вот такие международные большие старты – это вот то, к чему все стремятся, все мечтают. Ну, уже все устали, сезон был длинный. И уже и так как бы работаешь на морально-волевых, уже хочется отдохнуть, как-то вот сбросить всю эту нагрузку, стресс. И выиграть в конце сезона как бы, ну, приятно. Это, как сказать, это поддерживает мотивацию на весь следующий тяжелый год. Для тех, кто не получит путевку на чемпионат мира, летний спортивный сезон закончен. Ну, а для сильнейших начинаются тренировки. Ближайшие с 10 сентября, также в Сочи, на стадионе «Юность». Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте. «ФКТ.ком». Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну, и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.